Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расулиллах, аля али и асхаби, аману аля аммаба'аты. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются урозы. То есть, как мы сказали, человек, если совершает хадж-таматто, то он обязан принести жертвенное животное. И говорили то, что если человек не имеет возможности принести жертвенное животное, тогда он должен держать урозу 3 дня в течение хаджа, во время хаджа и в течение 7 дней, когда вернется. И разобрали на прошлом уроке вопрос, когда эти 3 дня урозы, которые держатся в хадже, необходимо держать. Когда время разрешенное, а когда время желательное. Теперь следующий вопрос. Когда необходимо держать урозу 7 дней, то есть, как сказано в аяте, и 7 дней, когда ты вернешься. То есть, когда это, когда ты вернешься. То есть, желательное время, самое наилучшее время, это когда ты вернешься к своей семье, то есть, в свою страну, вернешься, совершив хадж, когда ты вернешься домой, в свою страну, держишь эти 7 дней урозы. Для хадиса Ибн Умара, который приходит у Бухарии Муслима, в нем приходит «Васаба'атан, изараджаа ила ахлихи» и 7 дней, когда человек вернется к своей семье. Значит, у нас что получилось? В Коране приходит просто «Васаба'атан, нам, васаба'атан, изараджаа ила ахлихи» и 7 дней, когда вы вернетесь. А в хадисе Ибн Умара у Бухарии Муслима приходит не просто «васаба'атан, изараджаа ила ахлихи» и 7 дней, когда он вернется к своей семье. То есть, есть разница между «просто вернетесь» и между понятием «когда вернется к своей семье». Говорит, разница есть. И исходя из этого хадиса, опираясь на этот хадис, обладатели знаний говорят, что лучше всего держать в разу в течение 7 дней, когда человек полностью вернется домой. Говорит нам, почему? Потому что если мы возьмем просто Кур'ан и изараджаатум, когда вы вернетесь, под этим может подразумеваться также в пути, когда человек находится в пути, пока доедет до своего города, до своей страны, может быть пройдет неделя, может быть пройдет несколько дней, в эти дни также держать в разу. И разногласили в вопросе, каком, а когда или с какого дня можно держать, начать держать в разу. То есть, то, что когда ты вернешься к своей семье, это лучше, мы это поняли. Но когда разрешено? В камину Манкаль некоторые из ученых сказали, «Ябдау вактуга минхин янтаги мин амалал хадж в янферу минмина». Некоторые сказали, то, что эти дни, то есть 7 дней, начинается их отчет тогда, когда человек завершит совершение деяний хаджа в янферу минмина и уйдет из мины. И это мнение имама Ахмада, а также Абу Ханифа, а также имама Малика, а также одно из мнений имама Аш-Шафи'и, потому что Всевышний сказал, «Васаба'атин ида раджа'атум». И 7 дней необходимо продержать в разу, когда вы вернетесь. И слова пророка в хадисе «Васаба'атин ида раджа'ил ахлихи» 7 дней, когда он вернется к себе домой. «Говорит упоминание руджу, то есть возвращение, говорит лишь для чего? Для обращения внимания на то, что начало этих 7 дней, то есть начать когда можно эти 7 дней, тогда, когда ты завершишь деяние хаджа, то есть ты уже как бы в постановлении того, кто вернулся, потому что ты завершил хадж. Но это не является обязательным условием. То есть возвращение к своей семье не является обязательным условием. Но как только ты завершил деяние хаджа, ты уже можешь совершать уразу в течение 7 дней. Потому что есть среди людей такие, которые остаются в Мекке после хаджа и не возвращаются домой. Так еще месяц, некоторые два, некоторые три могут задержаться в Мекке и оставаться в ней по каким-либо причинам. «Говорит, а есть те, которые уезжают из Мекки, но не возвращаются к своей семье, а сразу уезжают, допустим, по делам куда-нибудь в командировку вообще в другую страну на полгода или на год или на три или на четыре месяца и не возвращаются к своей семье. И тому подобные причины могут быть. Поэтому, говорит, ограничение словом, когда вернется к своей семье, вот это вот к своей семье, данное ограничение является каким? Хараджа махрадж аль-галиб. Вот эта фраза постоянно встречается в книгах по филху. Что значит хараджа махрадж аль-галиб? То есть она упомянута просто потому, что чаще всего происходит так. То есть если мы возьмем 3 миллиона человек хадж делают, из них большинство возвращаются к своей семье, так или нет? Нет, редко кто остается именно в Мекке и редко кто, если уезжает с Мекки, не возвращается домой, а уезжает сразу куда-то в другую страну. То есть чаще всего люди возвращаются после хаджа именно к своей семье, в свой дом, в свою страну. А раз так, поэтому в хадисе ибн Умара приходит вот это ограничение. Ва сабаатан и за раджа аль-галиб. И 7 дней, когда вернется к своей семье. Но вот к своей семье это не является обязательным условием. Но просто упомянута почему, говорит, потому что так происходит чаще всего. Аргументация ясна или нет? То есть смотри, первое мнение какое получилось, с какого времени можно начинать держать в разу. Тогда, когда ты закончишь свои дела в мини. После этого уже можно начать у разу держать. Даже если ты еще не отправился в путь, даже если ты еще не вернулся домой. Какой у них на это довод? Говорят, потому что везде приходят, когда вы вернетесь. Когда вы вернетесь. Говорят, и вот это слово, когда вы вернетесь, под ним подразумевается, когда вы закончите деяние хаджа. То есть вы как бы уже вернулись. То есть вы в постановлении тех, которые не в хаджи. То есть 3 дня в хаджи и 7 дней, когда ты вернешься. То есть они говорят, если ты закончил дела хаджа, то ты уже в хаджи или не в хаджи уже? Ты, говорит, уже не в хаджи, поэтому ты как будто бы вернулся. А как они поступают с этой добавкой 7 дней, когда он вернется к своей семье? Сказали, к своей семье это не поставлено как ограничение именно условное, что это как условие. Если ты не вернешься, то не имеешь права держать урозу. Нет, это просто рассказано в этом хадисе, как для указания, что так происходит чаще всего. Понятно или нет? Паев говорит, у аминуманкаль, также из ученых есть те, которые сказали, то, что можно уже начать держать урозу где? В дороге. Когда разрешено? В дороге, даже если ты еще не добрался до 7. И это мнение Ата ибну Абирабаха, Муджаида, Исхака, «Ва максудуум, аннаха, или аннаху, здесь должно быть аннаху, не аннахум, аннаху ябдаву луакт, то, что время начинается, мин хуруджи и мин макка и лабаладихи, с того времени, как человек выйдет из Мекки и направится в сторону своего дома, своей страны». И это мнение выбрал Ибну Хазам. Второе мнение, неясно или нет? Выехал из Мекки, поехал домой. Все, с этого времени можешь начать держать урозу в течение этих 7 дней. И сказал имам Шафи, это третье мнение в вопросе, и это более достоверное мнение считается у шафиитов, что даже разрешенное время, это тогда, когда он вернется к своей семье. То есть шафииты не различают между временем разрешенным и временем более предпочтительным, временем желательным. Так говорят одно и то же, и то и второе. То есть в любом случае ты читаешь, или точнее держишь 7 дней урозу, когда ты вернешься к своей семье. И это третье мнение выбрал Ибн Аль-Мунзир. Первое мнение является самым близким к истине. Говорит, и это мнение, которое выбрал шейх Ибн Усаймин. Он сказал в своей книге «Шарх Аль-Мумтих». Шарх на какую книгу это? «Шарх Аль-Мумтих». Все правильно. Но вместе с этим ученые сказали, Если человек продержит эти 7 дней урозы тогда, когда закончат все деяния хаджа, то есть находясь еще по-прежнему в Мекке, то нет ничего страшного. Потому что в это время ему уже можно возвращаться. А значит он как бы в постановлении возвратившемся. В постановлении того, которому можно возвратиться домой. Значит что у нас получилось? Получилось 2 времени, когда ты можешь продержать 7 дней урозы. Вне хаджи. 2 времени какие? Время разрешенное и время предпочтительное. Предпочтительное время это когда ты вернешься к себе домой. Но если человек допустим не возвращается домой, или остается в Мекке, продолжает быть, тогда он может начать держать урозу, когда разрешенное время, после того, как завершит все деяния хаджи, начинать держать урозу, даже если он находится в Мекке. Что же касается человека, который нигде не задерживается, в Мекке не задерживается, в какую-то другую страну не едет, а из Мекки сразу возвращается домой, то лучше ему отложить урозу и продержать ее у себя дома, у себя, у семьи. Далее, следующий вопрос. Вопрос «Халиюштара тофи Саями Саля Сала Сала Саба Ат-Татабуа» Говорит, является ли условием в держании урозы трех дней или семи дней, чтобы эта уроза держалась подряд? То есть так, чтобы ты держал первый день сразу на следующий день, второй, потом третий. Не так, чтобы ты сегодня подержал, потом через два дня еще один день, через недельку еще третий день. То есть является ли условием, чтобы эти три дня подряд держались, а также семь дней? Павел Ибнукудама Фельмугни сказал Ибнукудама в своей книге Альмугни «Валя Яджибу Ат-Татабуа» Говорит, последовательность, то есть непрерывность этих дней, то есть держать их подряд, не является обязательной в этом случае. Потому что в аяте, а также в хадисах пришло что? Просто указание «Продержите 3 дня», и сказано «Продержите 7 дней». И этот приказ, говорит, не несет за собой необходимость подряд держать, и также не несет за собой необходимость держать не подряд. То есть ни то, ни это из этого аята не берется. Говорит Уаза Кавли Саури, и это мнение Суфьяна Саури, а также Исхака, а также других. И мы не знаем, чтобы кто-то в этом разногласил. То, к чему пришел Ибн Кудама является правильным мнением в этом вопросе. Но на самом деле разногласия в этом вопросе есть. Но оно какое? Шаз, отклоненное, слабое, которое не принимается во внимание. Как об этом упомянул Аннауи в своей книге Шарху-ль-Маззаб. Когда мы говорим слабое разногласие, если кто-то противоречит в этом вопросе и следует за слабым разногласием, ты его порицать имеешь право или нет? Или не имеешь права его порицать? Имеешь право. Потому что если в вопросе есть слабое разногласие, не принимающееся во внимание, то этот вопрос приравнивается к вопросу, в котором есть единогласное мнение. И ты можешь порицать такого человека за его действия. То есть если кто-то говорит, ты обязан держать три дня подряд. Ты можешь такого человека порицать, сказать, нет, брат, не обязан, кто тебе такое сказал? Почему ты так заставляешь людей? И тому подобное. За это ты можешь его порицать. Танбих говорит примечание, Сказал шейх Ибн Усаймин в своей книге Шарх на какую книгу? Нам запомнить надо. Говорит шейх Ибн Усаймин, разрешено держать уразу в эти дни, то есть 3 дня или 7 дней, подряд, а можно не подряд. Говорит, кроме как, если есть дарура, продержать их подряд, потому что хадж уже заканчивается. То есть, как мы говорили, последние дни хаджи, это какие дни? 3 дня ташриха. Представь, у тебя осталось только эти 3 дня. Больше у тебя нет дней для того, чтобы продержать уразу в хаджи. Тогда ты обязан продержать эти 3 дня подряд. Здесь уже не разрешается тебе откладывать. Потому что все, если ты не продержишь подряд, то твое держание этой уразы будет уже не в хаджи. И ты не выполнишь приказ. Говорит Вазалика, Видишь, если это происходит в дни ташриха. Здесь уже человек должен продержать уразу 3 дня подряд, без перерывов. Вот этот вопрос усвоили или нет? Значит, основа, что 3 дня или 7 дней держится, без разницы как? Можешь держать подряд, а можешь не держать подряд. Твое желание. Но если у тебя уже осталось из хаджи только 3 дня, и больше из этого никаких дней не осталось, тогда ты обязан что сделать? Обязан продержать их подряд. Это как исключение из основы. Далее, следующий вопрос. Если человек не продержал 3 дня уразы до дня жертвоприношения, то есть до праздничного дня. То есть жертвоприношение становится для него обязательным или необязательным? В этом вопросе говорит разногласие среди ученых на несколько мнений. Говорит Алкаулюл-Ауаль, первое мнение, 3 мнения будут у нас упомянуты. Первое мнение. В этом случае человек обязан принести жертвоприношение и не имеет права держать уразу в 3 дня ташрика, а также в дни, которые после 3 дней ташрика. То есть что значит, а также после 3 дней ташрика не имеет права держать уразу? То есть 7 дней, которые когда он вернется, он уже не должен держать. Но даже если он не может принести жертвоприношение, где в хаджи остается это жертвоприношение на его ответственности, И он должен принести его, когда вернется домой. Это мнение Саиды Ибн-Джубейра, а также Тауса, а также Муджаида. И пришло это от Омра Ибн-Хаттаба, а также от Ибн-Аббаса, Би-Иснадени Ла-Аньфейн. Но Би-Иснады являются слабыми. Значит, ни от кого из подвижников данное мнение не установлено. Оно правильно или нет? Заранее говорим, что оно не является правильным. Потому что мы пришли к выводу ранее, что три дня Ташириху в разу держать можно или нет? Три дня Ташириху в разу держать можно. Далее, говорит Аль-Ковлю-Саани второе мнение в этом вопросе, Иасуму Айям Ат-Ташириху. Если человек не успел продержать у разу до дня жертвоприношения, то он не обязан совершать жертвоприношение, тем более что он его найти не может. Так или нет? А что должен сделать, продержать три дня у разы в дни Ташириха? У Аль-Ковлю-Ибн-Омар. То есть первое мнение понятно, в каком смысле он обязан принести жертвоприношение. У нас же речь идет о том, который не может принести жертвоприношение. Мы можем спросить их, как вы заставляете его приносить жертвоприношение, если мы заранее говорим о человеке, который не может принести жертвоприношение. Как они на это ответили? Сказали, мы не говорим здесь, в Хаджи, когда вернется домой, окажется способным, обязан принести. Так они говорят, приверенцы первого мнения. А что касается второго мнения, то они говорят, жертвоприношение приносить не обязан, но должен продержать у разу в течение трех дней Ташириха. У Аль-Ковлю-Ибн-Омар. И это мнение Ибн-Омара и Аиши. Откуда оно взялось? Из тех хасаров, которые мы от них приводили на прошлом уроке. Говорит, То есть это старое мнение Ибн-Омара и Аиши. Это мнение выбрало Ибн-Омара и Аиши. Из-за хадиса Ибн-Омара, а также Аиши, который он же сам же в своем же сборнике, то есть Ибн-Омара и приводит. То, что Аиша и Ибн-Омар сказали, Не было разрешено держать у разу в три дня Ташириха. Кроме как тем, которые не нашли жертвоприношение. То есть не смогли, не имели возможности принести жертвоприношение. Аль-Ковлю-Салис. Третье мнение в этом вопросе. Если он не успел продержать у разу до дня жертвоприношения, то он не обязан приносить жертвоприношение, но обязан держать у разу. Но у разу не держит в дни Ташириха. Почему сказали? Потому что праздничные дни, праздничные дни у разу держать нельзя. Но тогда как он поступает, сказали? Сказали, тогда он держит 10 дней у разы подряд, когда вернется домой. Понятно или нет? Подряд, в смысле не подряд, то есть день за днем. Имеется ввиду, держит не как уже 3 и 7, а держит как бы 10. Но когда вернется домой. Это мнение Аль-Хасана Аль-Басри, Ата, Имама Шафии и Ахмада в одном из реверентов от него. Логика понятна или нет? Почему нельзя держать у разу в три дня Ташириха? А почему нужно держать 10 дней, когда ты вернешься домой? Сказали, потому что в дни Ташириха у разу не держится. Праздничные дни в них запрещено держать у разу. Это понимается из Асара Айши ибн Умара или нет? Понимается. Они сказали, не было разрешено держать у разу в дни Ташириха. Это основа, что в дни Ташириха нельзя держать у разу. Но исключение кому? Тому, кто не успел продержать у разу до этого, в течение 3 дней, из-за того, что он не нашел жертвоприношения. Пульту говорит шейх Мхаммад ибн Хизан. Правильным из этих мнений является мнение какое? Второе. Мы к нему пришли уже ранее, в прошлых вопросах. Так или нет? Говорит. И говорит, этот вопрос мы уже рассматривали также в Китабу Сыям. То есть, когда разбирали вопрос о уразе. Пульту говорит далее шейх Мхаммад ибн Хизан. Теперь другой немножко вопрос. Первый вопрос какой был? Если человек не успел продержать 3 дня у разы до жертвоприношения. До дня жертвоприношения. И потом не нашел жертвоприношения. Какое правильное мнение мы сказали? Держит 3 дня подряд, 3 дня Ташириха. Это правильное мнение в этом вопросе. Теперь смотри. Но если он отложил у разу. Если он отложил у разу. Намеренно. Без уважительной причины. Хатта фататху аям мина айбан. Так что даже дни мины. Что это за дни мины? 3 дня Ташириха. Даже они ушли от него. То есть, даже в них он без уважительной причины у разу не продержал. То в этом вопросе тоже есть разногласия. Те ученые, которые в прошлом нашем вопросе. То есть, которые мы только что разбирали. Приказывали ему принести жертвоприношение. Сказали не здесь, а где? Дома. Они же приказывают ему жертвоприношение и здесь. То есть, они остаются на своем мнении. Но большинство ученых в этом случае считают, что он асаа. Что такое асаа? Поступил дурно. То есть, взял на себя грех. Но. И не должен приносить жертвоприношение. Но должен все равно продержать 10 дней у разы подряд. То есть, подряд имеется ввиду не 3 и 7. А 10 дней уже. После этого. А некоторые из ученых или многие из ученых заставили его приносить также жертвоприношение за это. То есть, за то, что он без уважительной причины, что сделал, отложил у разу от 3 дней до шрифа. Первое мнение от третьего отличается? Нет. Первое заставляет жертвоприношение принести и третье заставляет жертвоприношение принести. Но разница между ними есть или нет? Разница между ними есть. Приверенцы первого мнения, когда говорят, ты обязан принести жертвоприношение в этом случае, они имеют ввиду за твой томатор. То есть, на тебе остается жертвоприношение за то, что ты делал томатор. А приверженцы третьего мнения говорят, ты обязан принести жертвоприношение не за томато, а за что? За то, что упустил УАЧИБ намеренно, без уважительной причины. За это ты приносишь жертвоприношение. И еще плюс на тебе остается УРАЗАТУЭСЬ. Потому что те, которые заставляют в первом мнении приносить жертвоприношение дома, они уже говорят, все, УРАЗУ ты не имеешь права держать. А эти заставляют тебя держать у разу, еще плюс жертвоприношение, потому что жертвоприношение не за томато, а за что? За упущение намеренного ваджиба. За намеренное упущение ваджиба. Вот это ясно или нет? Говорит Уазагаб ибн Хазам, а ибн Хазам что считает в этом вопросе? То, что не разрешено держать у разу ни 10 дней, ни 3 дня, ни 7 дней. Почему? Потому что время уже вышло. То есть он упустил 3 дня ваджи намеренно, без уважительной причины. Поэтому он уже не может продержать еще 7 дней. Так? Говорит, потому что Всевышний сказал, продержите 3 дня у разу, где? В хаджи. Ибн Хазам считает, что хадж заканчивается чем? Талафом алифаза. Поэтому он считает, что вообще нельзя держать у разу ни в дни ташриха, ни тем более после них. То есть ибн Хазам вообще считает, что в 3 дня от ташриха нельзя держать у разу. Потому что самое последнее действие хаджи у него это какое? Талаф или фада. А талаф или фада в какой день делается? День жертвоприношения. Соответственно, говорит, три дня Ташриха уже что? Три дня Ташриха уже у разу вообще держать нельзя, по его мнению. Говорит, и он говорит, что остается ему продержать у разу в течение семи дней дома. То есть три дня в хаджу он все упустил, намеренно, без уважительной причины, не имеет права продержать. Остается ему что сделать? Продержать семь дней у разы дома. И правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если человек намеренно, без уважительной причины, упустил также три дня Ташриха, то эти три дня Ташриха, точнее, эти три дня у разы, которые он должен продержать в хаджи, спадают с него. И он за это берет грех. То есть он берет грех, но три дня продержать он уже не может. И остается ему что сделать? Остается ему продержать семь дней дома, как в обязательном порядке. А за те три дня, которые он упустил, хаджи и не продержал их, он должен делать тоубу. Всевышнему Аллаху спонула Та'ала. Если же у человека была уважительная причина, то есть он упустил Аямут Ташриха, три дня Ташриха по уважительной какой-то причине, например, заболел и так далее, и не смог продержать три дня в хаджи. То есть до этого не продержал Йомун Нахар, соответственно, не держал, так как праздник был. И три дня Ташриха пропустил, но уже по уважительной причине. Не без уважительной причины, как прошлый человек, а уже по уважительной причине. То он как должен поступить? То он может продержать три дня этой у разы дома, когда вернется домой. Понятно или нет? И это мы говорим, если мы скажем, что Талаф-Лифада нельзя откладывать на дольше срок. Но есть такие случаи, когда Талаф-Лифада по уважительным причинам может быть отложен даже что до конца месяца Зульхиджа. То есть, допустим, если женщина, у нее есть менструации и тому подобное, такие вещи. То есть, человек ее ждет, муж, допустим, ждет женщину и так далее. То есть, откладывается Талаф-Лифада на более поздний срок. Если мы скажем, что Талаф-Лифада, а это правильно, то что он является последним деянием Хаджа, или одним из деяний, точнее Хаджа, то что получается, что он может продержать 3 дня у разы еще позже, чем 3 дня Ташвиха. Это в том случае, если он Талаф-Лифада отложил. Если не отложил, тогда все, на нем что? 3 дня у разы, когда он вернется домой. Значит, итог какой получился для того, чтобы не путаться? Смотри, сейчас мы все запутались. Теперь приведем окончательное мнение, чтобы расставить все по полочкам и прийти к окончательному мнению. Смотри, если человек не продержал 3 дня у разы до дня жертвоприношения. Это то, с чего начался наш вопрос. Так или нет? Не продержал 3 дня у разы за свой тамато до дня жертвоприношения. Сказали правильное мнение в этом вопросе. Какое? Держит 3 дня Аямут Ташвиха. В дни Ташвиха. Ясно или нет? Теперь другой вопрос. Если человек также и 3 дня Ташвиха упустил, здесь может быть сколько ситуаций? Может быть 2. Либо упустил их без уважительной причины, либо упустил их по уважительной причине. Если он упустил 3 дня Ташвиха без уважительной причины, то он берет за это грех, обязан совершать тубу Всевышнему Аллаху, и эти 3 дня он уже держать не может. Так? Потому что хадж он уже упустил. В этом смысле что? То есть дни хаджи он упустил для того, чтобы продержать неху разу. И домой, когда вернется, также их не может держать, потому что время он уже упустил без уважительной причины. И тот, который не держал или пропустил 3 дня Ташвиха, не продержав неху разы по уважительной причине, то его постановление какое? То он продержит или должен продержать эти 3 дня у разы, когда вернется домой к своей семье. И потом, после этих 3 дней, продержит еще сколько? Еще 7 дней. Так? Которую он в основе своей должен был держать, когда он вернется в семье. Вот эти вот 3 случая. Это мы говорим, если у человека хадж заканчивается 3 днями Ташвиха. Если его хадж это последний день Ташвиха. Но бывают такие случаи, когда откладывается талафа или фада на поздний срок. То есть человек как бы все еще в постановлении того, что он совершает хадж. В этом случае, даже если он 3 дня Ташвиха упустил, тогда он может продержать 3 дня у разы до талафа и фады. Ясно или нет? До талафа и фады. Вот это вот окончательное мнение в этом вопросе. Далее. Следующий вопрос. Человек начал держать 3 дня у разы в хаджи. Так? Почему? Потому что думал, что он не способен принести жертвоприношение. Потом кто-то дал ему садафа, например. Или по какому-то, какая-то ситуация, появились у него деньги и появилась возможность принести жертвоприношение. Но 1 или 2 дня у разы он уже продержал. Тайб, ему нужно вернуться к жертвоприношению и его сделать. Или он просто должен 3 день додержать у разу и все. С него снимается ответственность. Говорит Захаба Касир Минаглиль Аильм Ау Аксарухум. Говорит многие из обладателей знания, или даже большинство из них, Слоняются к тому, что этот человек уже не обязан совершать жертвоприношение. Кроме как если захочет. Это мнение Хасана Аль-Басри, Катады, Имама Малика, Шаифа, Ахмада, Дауда. Потому что он сделал то, что ему приказал Всевышний Аллах. Правильно или нет? То есть смотри. Он почему начал держать у разу? Потому что не мог совершить жертвоприношение. То есть если бы он мог совершить жертвоприношение, но начал держать у разу, его действие правильным было бы или нет? Не было бы правильным. Если он может сделать жертвоприношение и держит у разу. Это неправильно. У разу мы держим только тогда, если не можем сделать жертвоприношение. Этот человек поступил по приказу Аллаха или нет, не мог сделать жертвоприношение, начал держать у разу. Потом смог по каким-то причинам. Большинство ученых считает, что в этом случае он не обязан совершать жертвоприношение, но просто додерживает три дня у разы. Говорит, И сказал Аль-Музани, один из шафиитов, Нет, он должен что оставить у разу и должен совершить жертвоприношение. Это второе мнение в этом вопросе. В Аминхуманкаль из ученых есть также те, которые сказали, инкадраал аль-хади, кабле икмал ас-таласа, лазиму аль-хади. Если человек, у него появилась возможность совершить жертвоприношение до того, как он додержал третий день урозы, тогда он должен что сделать? Должен лазиму аль-хади, должен вернуться к жертвоприношению и оставить урозу. А если три дня урозы он уже додержал, но ведь хаджи еще не вышел, и у него появилась совершить жертвоприношение возможность, то они сказали, он должен что сделать? То в этом случае он уже не должен приносить жертвоприношение, потому что три дня он уже, говорят, додержал. И это мнение Ибн Абинаджиха, также Хаммада, также Суфьяна Саури и Абу Ханифы. И самое близкое к истине из этих мнений. Какое мнение? Мнение первое. И одному Аллаху лучше известно. То есть, мнение в чем заключается правильно? То, что человек не должен совершать жертвоприношение, обязанность жертвоприношения с него уже спала, если он начал держать урозу. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос, который касается жертвоприношения животного. Является ли условием относительно жертвоприношения животного, то есть, чтобы оно называлось жертвоприношением животным, чтобы оно было приведено с разрешенной территории на запретную? То есть, если, допустим, житель Мекки живет прямо над запретной территорией и со своего сарая вывел верблюда и повел его к Абе. Это называется жертвоприношением животным или нет? Или животное называется жертвоприношением только в том случае, если оно, допустим, приведено с Харафата или еще с более далеко какой-то разрешенной территории? Не Харам, не с запретной территории. Говорит, Большинство ученых не ставят этого условием. То есть, даже если местный житель, сам житель запретной территории из своего сарая вывел животное и привел его к Абе, то есть, оно не пришло с разрешенной территории, было на запретное и пришло к запретной. Так? То, говорят, такое животное называется жертвенным. Называется жертвенным животным. Говорит и это Мазгаб имама Ахмада, имама Шафия, абу Ханифы, а также Асхаби им, то есть, всех их последователей, то есть, ханбалитов, шахитов и ханафитов. И это же мнение пришло от Абдулла ибн Аббаса. Нам это пришло ибн Абишейбы, но виснаде, арабах, ибн Абима Аруф, в этом человеке слабость. То есть, этот асхар не установлен от Абдулла ибн Аббаса, как его мнение. Далее. И второе мнение в этом вопросе пришло достоверно от Ибн Амара, то что он не считал животное зажертвенное, кроме как если с ним произошло что? Таариф. Что такое таариф? Мы брали уже это слово, когда изучали один из вопросов на одном из прошлых уроков. Говорили, разрешено ли делать таариф не на Арафе? Помните этот вопрос? Разрешено ли делать таариф не на Арафате? Что такое таариф? То есть, когда в мечетях в разных странах делают что? Действия, которые делают паломники на Арафате. Собираются после асра, делают поминания, дуа и тому подобное. Это называлось таариф. Так вот, это слово подобное этому. Говорит, Ибн Амар не считал животное зажертвенное, кроме как если оно будет Арафа. То есть, если его выведут на Арафат, а потом заведут на запретную территорию. Потому что Арафат запретная территория или нет? Арафат это уже не запретная территория. Ибн Амар считал, что жертвенное животное будет называться таковым, только если его выведут за запретную территорию на разрешенную, потом обратно заведут. То есть, он считал, что оно должно быть обязательно приведено с разрешенной земли. И это мнение также Саида ибн Джубейра, также имама Малика, но правильным в этом вопросе является мнение первое. И мы не знаем никакого довода на то, чтобы это ставилось как условие. Вот это ясно или нет? То есть это условие не ставится. Танбих говорит примечание, говорит, пророк, побрил свои волосы после того, как принес жертвоприношение. И этого не упоминается, то есть постригание волос или бритье, точнее, волос пророка, не упоминается в хадисе Джабри ибн Абдилла. Но это пришло достоверно от Анаса ибн Малика, как оно приходит у сборника Саида ибн Муслим. Говорит, приходит в этом хадисе, что пророк принес жертвоприношение, затем вернулся на свое место в Мину. То есть где он постриг волосы, где он побрил, точнее, волосы? В Мине побрил свои волосы. Затем он позвал парикмахера и сказал ему, хуз, бери отсюда. И показал на правую сторону своей головы. А потом на левую сторону своей головы. А потом начал раздавать свои волосы людям. То есть отдал их одному из подвижников, если я не ошибаюсь, Абутальхи, и он уже раздавал их людям. Вот этот вопрос ясен или нет? Вопрос понятен. Субханаллайу, амихамдик ашадуаллах, илля антаста хираллах, илля антастахарулах, илля антастахаруалах, илля антастахаруалаху. Потому что он сделал то, что ему приказал Всевышний Аллах. Правильно или нет? То есть смотри, он почему начал держать у разу? Потому что не мог совершить жертвоприношение. То есть если бы он мог совершить жертвоприношение, но начал держать у разу, его действие правильным было бы или нет? Не было бы правильным. Если он может сделать жертвоприношение и держит у разу. Это неправильно. У разу мы держим только тогда, если не можем сделать жертвоприношение. Этот человек поступил по приказу Аллаха или нет, не мог сделать жертвоприношение, начал держать у разу. Потом смог по каким-то причинам. Большинство ученых считает, что в этом случае он не обязан совершать жертвоприношение, но просто додерживает три дня урозы. Говорит, «Ва кал аль-музани мина шафи'и» и сказал аль-музани, один из шафи'итов, «Ельзаму аль-Хади». Нет, он должен что? Оставить урозу и должен совершить жертвоприношение. Это второе мнение в этом вопросе. Из ученых есть также те, которые сказали, «Инкадра аль-Хади, кабле икмал ас-саласа, лазиму аль-Хади». Если человек, у него появилась возможность совершить жертвоприношение до того, как он додержал третий день урозы, тогда он должен что сделать? Должен лазиму аль-Хади, должен вернуться к жертвоприношению и оставить урозу. А если три дня урозы он уже додержал, но из хаджи еще не вышел, и у него появилась совершить жертвоприношение возможность, то они сказали, он должен что сделать? То в этом случае он уже не должен приносить жертвоприношение, потому что три дня он уже, говорят, додержал. И это мнение Ибн Абинаджиха, также Хаммада, также Суфьяна Ассури и Абу Ханифы. И самое близкое к истине из этих мнений. Какое мнение? Мнение первое. И одному Аллаху лучше известно. То есть, мнение в чем заключается правильно? То, что человек не должен совершать жертвоприношение, обязанность жертвоприношения с него уже спала, если он начал держать урозу. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос, который касается жертвенного животного. Является ли условием относительно жертвенного животного, то есть, чтобы оно называлось жертвенным животным, чтобы оно было приведено с разрешенной территории на запретную? То есть, если, допустим, житель Мекки живет прямо над запретной территорией и со своего сарая вывел верблюда и повел его к Абе. Это называется жертвенным животным или нет? Или животное называется жертвенным только в том случае, если оно, допустим, приведено с Харафата или еще с более далеко какой-то разрешенной территории. Не Харам, не с запретной территории. Говорит, большинство ученых не ставят этого условием. То есть, даже если местный житель, сам житель запретной территории из своего сарая вывел животное и привел его к Абе, то есть, оно не пришло с разрешенной территории, было на запретное и пришло к запретной. Так, то, говорят, такое животное называется жертвенным. Называется жертвенным животным. Говорит и это Мазгаб имама Ахмада, имама Шафи, абу Ханифы, а также асхаби им, то есть, всех их последователей, то есть, ханбалитов, шахитов и ханафитов. И это же мнение пришло от Абдулла ибн Аббаса. Нам это пришло ибн Абишейбы, но виснаде арабах ибн Абима Аруф, в этом человеке слабость. То есть, этот асхар не установлен от Абдулла ибн Аббаса, как его мнение. Далее. И второе мнение в этом вопросе пришло достоверно от ибн Абима Аруфа, то что он не считал животное зажертвенное, кроме как если с ним произошло что? Таариф. Что такое таариф? Мы брали уже это слово, когда изучали один из вопросов на одном из прошлых уроков. Говорили, разрешено ли делать таариф не на Арафе? Помните этот вопрос? Разрешено ли делать таариф не на Арафате? Что такое таариф? То есть, когда в мечетях в разных странах делают что? Действия, которые делают паломники на Арафате. Собираются после асра, делают поминания, дуа и тому подобное. Это называлось таариф. Так вот, это слово подобное этому. Говорит, ибн Абр не считал животное зажертвенное, кроме как если оно будет Арафа. То есть, если его выведут на Арафат, а потом заведут на запретную территорию. Потому что Арафат запрет на территории или нет? Арафат это уже не запрет на территории. Ибн Амр считал, что жертвенное животное будет называться таковым, только если его выведут за запретную территорию на разрешенную, потом обратно заведут. То есть он считал, что оно должно быть обязательно приведено с разрешенной земли. И это мнение также Саида ибн Джубейра, также имама Малика, но правильным в этом вопросе является мнение первое. И мы не знаем никакого довода на то, чтобы это ставилось как условие. Вот это ясно или нет? То есть это условие не ставится. Танбих говорит примечание, говорит, пророк, побрил свои волосы после того, как принес жертвоприношение. И этого не упоминается, то есть постригание волос или бритье, точнее волос пророка, не упоминается в хадисе Джабир ибн Абдилла. Но это пришло достоверно от Анаса ибн Малика, как оно приходит у сборника Саи Муслим. Говорит Ан-Набия, саллаллаху алисаляма, нахара, приходит в этом хадисе, что пророк, саллаллаху алисаляма, принес жертвоприношение, сумма ата манзилаху бимина, затем вернулся на свое место в Мину. То есть где он постриг волосы, где он побрил, точнее, волосы? В Мине побрил свои волосы. Говорит, сумма даа ал-халлака, фа-калала, затем он позвал парикмахера и сказал ему, хуз, бери отсюда, у ашара и ла джани бихль айман, и показал на правую сторону своей головы, а потом на левую сторону своей головы, а потом начал раздавать свои волосы людям, то есть отдал их одному из подвижников, если я не ошибаюсь, а Бутальхи, и он уже раздавал их людям. Вот этот вопрос ясен или нет? Вопрос понятен. Не ставится. Танбих говорит примечание. Говорит, пророк, салаллаху бимина, побрил свои волосы после того, как принес жертвоприношение. И этого не упоминается, то есть постригание волос или бритье, точнее, волос пророка, салаллаху бимина, не упоминается. Но это пришло достоверно от Анаса ибну Малика. Как оно приходит у сборника сахи муслим. Говорит, Аннанабия, салаллаху бимина, приходит в этом хадисе, что пророк, салаллаху бимина, затем вернулся на свое место в Мину. То есть где он постриг волосы, где он побрил, точнее, волосы? В Мине побрил свои волосы. Затем он позвал парикмахера и сказал ему, «Хуз, бери отсюда». И показал на правую сторону своей головы. А потом на левую сторону своей головы. А потом начал раздавать свои волосы людям. То есть отдал их одному из подвижников, если я не ошибаюсь, Абутальхи, и он уже раздавал их людям. Вот этот вопрос ясен или нет? Вопрос понятен. А потом начал раздавать свои волосы людям. То есть отдал их одному из подвижников, если я не ошибаюсь, Абутальхи, и он уже раздавал их людям. Вот этот вопрос ясен или нет? Вопрос понятен. Субтитры подогнал «Симон»